Здравствуйте! 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 Рад вас всех видеть. Меня зовут Оксана или Ксения, кто может не помнится, был или не знает. Как можно? Вообще-то должны мужчины говорить, а не женщины. Я вас очень рада видеть. Хочу сказать, я думаю, от лица всех, хочу сказать слава благодарности хозяевам Мариусу, Александре, Саше за то, что организовываете такие вечера и принимаете нас, и мы здесь участвуем, и присутствуем, и, в общем-то, делимся культурой и искусством. А, хотела, знаете, что еще сказать? Сегодня ровно пять лет, как я здесь. Вот я прилетела 17 ноября 2014 года в Америку на ПМЖ. Вот, сегодня у меня ровно пять лет. И так случилось, слава Богу, что единственный раз за эти пять лет я смогла побыть на своей родине. Вот, ездила с родителями на целое лето, на 125 дней. Ездила с ними на родину, в свой родной город, Украину. Посещала Россию и Крым. Крым, Крым, Крым. Крымский полуостров, вот он сейчас к России, да, относится. И последние десять лет я там жила. Поэтому старалась все успеть, все повидать. Было чудесное у меня путешествие, многостороннее такое. Ну, в общем, я об этом расскажу, может, попозже напишу рассказ, потому что эмоции куча, и надо мне чуть больше времени. Сегодня я вам подготовила два стихотворения и одну песню. Я не займу много времени, около десяти минут. Мне хотелось поделиться, не знаю, может, потому что, знаете, вот прошло пять лет, да, я живу в этой стране. Что-то может, может, возраст, forever the one, но поменялось у меня мировоззрение, и я сейчас по-другому смотрю на разные вещи. Может, поездка мне дала тоже такой толчок о переосмыслить жизнь и все вокруг. Поэтому сегодня у меня будет тема грустная. Я так поняла, что она сегодня нас плавно так прозрачно сопровождает всю нашу сегодняшнюю встречу, да, эта тематика. Тема... Тема поколений, так сказать. Первое стихотворение я бы хотела вам прочесть автора Моники Котовой. Вот рассказывали сегодня, да, что некоторые авторы, их только недавно вот узнаешь, да, в интернете много всего интересного, да, пишут. И эта женщина, она себя ярко не афиширует как поэтесса, слишком широко не рекламируется, ее в интернете нигде не найдешь. Я просто на YouTube подписана на канале у Владимира Глазунова. Вот человек, который читает стихи разных авторов. Я глубоко не изучала, может, его деятельность, может, он тоже сочиняет, но вот то, что он читает стихи таких авторов, которые редко известны, так сказать, но стихотворение достойное. Я думаю, что поделюсь с вами сегодня им. Называется оно «Старик и старуха». Оно о том поколении, которое сейчас уходит от нас, и о преемственности поколений в том числе. Я думаю, что в унисон нашему настроению этот стих сегодня можно прочитать. Владимир Глазунов дал ему другое название, как «Вечная любовь». Пятнышки на пальцах шишковатых, уши греет сальный воротник. У двора сидели на закате муж с женой, старуха и старик. Где осталась свадьба золотая? На деревне кликают давно старика ровесником с Чапая, а старуху с верстницей махнул. Пень, доска, трухлявая скамейка, пыль сбивает местная шпана, на руках старухи спит котейка. Вдруг старик промолвил. «Эй, Лена, слышишь?» «Нет?» «Совсем ты уж глухая», наклонился ниже. «Слышишь, мать?» «Нам с тобой, подруга боевая, не пора ли, что ли, помирать?» Заисклили старые оконцы, уловив заката желтый цвет. Щуря глаз, старик смотрел на солнце. «Жить, родная силы, больше нет. Телевизор чертова коробка не дает покоя мне и сна. То стрельба, то крик, то будто сводка, может, где-то началась война. Но так я давно отвоевался, не стерплю я новую беду. Словно кто-то тянет, собирайся, чую, а этой ночью отойду. Да погодь, погодь, не шевуршись, не скребешь потом твоих костей. Мы с тобой давно уже срослись, словно хвост собачий и репей. Глянь-ка, в руки воно как трясутся, и ногам уже не господин. То, что я представлюсь, не боюсь я, а боюсь, представлюсь я один. Ну скажи хоть слово, шо примолкла? Настал нам пора, под образа. Солнце село, словно мышь за полку, золото кусок и волокла. Разогнулась медленно старуха, отпустила сонного кота. Было все, и голод, и разруха, было все, и радость, и беда. Придавила сухонькой ладошкой дедовы ладони в кулаки. Пятнышки да шишки, да горошки, да в шкатулке старой медяки. Смотрит, а сказать не соберется. Трудно жжет. Трудно жжет. Глаза горят. Пожар. Сердце... Сердце непослушно, то забьется, то пропустит слабый удар. Сколько лет с тобой мы прожили, по ночам давно не сплю, брожу. Я тебя сама стариком мою, я тебя сначала провожу. Разве можно? Страсти-то какие, чтоб не от моей руки сухой, Приняли глаза твои родные, Медные чужие пятаки. Некогда небесно голубые, Путь отнынче выполни на покой. Не тревожься, муж, иди, любимый, Ты уйдешь, я сразу за тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Водка. Ты в рай не входи так был? Да, ты в угол. Вот так. Так получается, не всегда можешь... АПЛОДИСМЕНТЫ Свою парочку надо было, а не водичку. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, в продолжение темы я хочу сейчас вам спеть песню. Я ее исполню Акапельно. Ее еще в 2001 году спела Таисия Павалий на украинском языке. Называется она песня о маме. Пусть яла людям Лита своя литочка жита, АПЛОДИСМЕНТЫ ПОЗИТУ Примела планету, Послала стежком спорежу. Научила детей, как на свете по совести жить Заткнула полегко и тихо пішла за межом Куда же вы, мама? Сполохнуло, кинулись дети Куда же вы, бабусю? Онуки бежать до горит Та я ж недалечко, где солнце лягает свочите Пора мне идти, а вы уже без меня ростите Та як же без вас мы? Та що вы намислили, мама? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги з журавлями І срібло на травах, і золото на колосках Не треба нам райдух, не треба нам срівла і злата Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт Та ми ж переробим ось цю вашу вічну роботу Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не діть А вона посміхнулась, красива і сива, як доля Змахнула рукою, злетіли увесь рушники Лишайте щасливі І стало замислиним полем На цілу планету, на всі покоління віки Лишайте щасливі І стало замислиним полем На цілу планету, на всі покоління віки На счастье на твое добре Музика 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 Мы придумали многие тысячи слов Научились читать и писать Переводим все стихи мы со ста языков Только близких не можем понять А собака тебе лишь посмотрит в глаза Мокрым носом уткнется в ладонь И поймет сразу все, что ты хочешь сказать Ей не нужно тысячи слов Как хочу изучить я собачий язык Мне о многом ей надо сказать А потом попросите меня научить Как без слов всех людей понимать Мы гордимся, что есть у нас много друзей Поздравлением к праздникам шлем Только наши друзья нас подводят порой Да и мы их порой предаем А собака не может кого-то предать И друзей не подводит она За друзей свою жизнь ей не жалко отдать Ведь ей жизнь без друзей не нужна Как хочу изучить я собачий язык Чтоб на равных с ней говорить Попрошу я собаку меня научить Как мне правильно надо дружить О любви сочинили мы тысячи книг Над романами слезы мы льем Но так часто бросаем любимых своих И за деньги любовь продаем А собака не ждет ничего для себя И примеров тому нам не счесть Хоть ты нищий, хоть царь Она любит тебя Лишь за то, что ты просто есть Как хочу изучить я собачий язык Чтоб на равных мне с ней говорить Попрошу я ее и меня научить Как же правильно надо любить Мы посты соблюдаем и ходим в храм Чтоб грехи там свои замолить Но не можем годами родным и друзьям Даже мелкой обиды простить А собаку ты если ведешь усыплять Хоть она это сразу поймет Без обиды посмотрит она на тебя И тихонечко руку лизнет Как хочу изучить я собачий язык Мне так много ей надо сказать Попрошу я собаку и меня научить Как обиды все надо прощать Спасибо